Алло, алло. Илья, здравствуйте. Добрый день. Илья, меня зовут Александр Вернадский. Я беспокою вас с компанией Газпром Инвестиций. Прошу прощения, Сбербанк Инвестиций. У нас много направлений. Илья, смотрите, относительно заработка по банковскому алгоритму Сбербанка на бирже. Биржи проявили интерес к нашему направлению, верно? С пассивной доходностью. Да, 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 что-то было. Ну да, порядка 17 часов назад. Ну да, вчера. Нет, я помню, да, интересовался. Вот, прекрасно. Скажите, вы впервые для себя интересуетесь пассивной доходностью? Пассивной доходностью? А что такое пассивная доходность? Пассивная доходность, когда вы работаете на своей основной работе, при этом с помощью алгоритмов банковских. То есть, знали о том, что банки с помощью, к примеру, средств, которые хранятся на ваших банковских картах, либо же на депозитах, оборачивают эти деньги в торговле на финансовых рынках? То есть, на заработке валютных пар, к примеру, либо же акции, облигации, инвестиции. Слышали об этом? Ну, операции, которые производятся на московской бирже, нью-йоркской, сингапурской, шанхайской и так далее. Ну, что банки... Еще раз, чем они занимаются, вы так долго говорили? Не вполне понял. Спекуляция стоимости. Разница... Ну, вот, к примеру, разница валютных пар. Видели, в обменниках постоянно меняется курс, правильно? В обменниках курс? Обычные валютные обменники на улицах, да. Я обменников лет 20 уже не видел на улице. Ладно, не в суть. Имеется в виду, что заработок идет на разницу стоимости. То есть, акции компании растут в стоимости, либо же падают. То есть, на этой разнице мы и зарабатываем. Аналогично растет и падает стоимость абсолютно все. Как начиная с валютных пар, заканчивая акциями компаний крупных, стоимостью товарно-ресософеревых рынков, как газ, неф, золото, драгоценные металлы. То есть, этим занимается биржа. Биржа, как посредники, дает вам возможность заработать на этих активах. Очень много информации, прям я запутался. На самом деле, Лео, я вам просто озвучил то, чем занимается банковский алгоритм. То есть, по факту, это автоматическая программа самого банка. Просто-напросто она вам предоставляется. Мы берем комиссию с каждой вашей сделки. Это делает самостоятельная программа. Вы ее просто запускаете, она ведет торговлю с помощью вашей инвестиции. При этом, ваша доходность в среднем составляет порядка 30, в редких случаях, выше 40-50% от суммы инвестиции. Как стандарт, это порядка 30% за месяц. 30% в месяц. Ну, вот единственное, что понял из всего, что вы говорили, а все остальное совсем не понял. Какой алгоритм? Как там банки зарабатывают на валютных парах? Вообще ничего не понял, честно говоря. На разницу стоим. Ну, к примеру, смотрите, яблоко у нас с вами стоит 5 долларов. Есть информация, что этот сорт плохо уродил, да? Одно яблоко, 5 долларов, сорт яблока этого плохо уродил. Соответственно, на него будет повышенный спрос, стоимость его вырастет. То есть, есть причина роста. Мы понимаем, почему он будет расти. Плохой урожай. Поэтому мы понимаем, что данный сорт дороже 10 долларов никто не купит. Соответственно, он выше 10 долларов не вырастет. Но мы ожидаем динамику роста с 5 долларов до 10. Сегодня он стоит 5, завтра будет 10. Соответственно, мы сегодня покупаем за 5, завтра продаем за 10. И куда мы это денем все? Куда мы купим столько продуктов? Мы разоримся на складе только и на транспорте. Какой смысл тогда покупать? Международный рынок, где происходят все финансовые операции по покупке и продаже, что акции, что сырья. То есть, это все брокерская деятельность. За московскую биржу что-нибудь слышали? Знаете о ней? За московскую биржу? Ну да, есть такая, да, знаю, конечно. Вот, прекрасно. Она занимается как раз этой деятельностью. То есть, в каждой бирже в основном торгуются акциями компаний, к примеру, как Газпром, Роснефт, Лукоил и так далее. То есть, российские компании. Аналогично существует и Нью-Йоркская биржа, Шанхайская, Сингапурская, Токийская и так далее. Международный рынок в онлайн режиме объединяет в себе все эти биржи, и предоставляет вам круглосуточную возможность 5 дней в неделю зарабатывать по направлению валютных пар, акций компаний и товарно-рассудных сырьевых секторов абсолютно разных стран. Программа это делает самостоятельно 5 дней в неделю. И по криптовалютам 7 дней в неделю на разницу стоимости. То есть, криптовалюты растут, падают стоимость, разумеется. Криптовалюты и биткоин, да? Абсолютно. На данный момент существует более 7,5 тысяч криптовалют. О, ну нет. Вышли свои онлайн-обменники. Это мне совсем неинтересно. А программа это делает самостоятельно. Вы их не покупаете, не ждете, пока они вырастут. Программа зарабатывает на разницу стоимости. Программа, ладно. Ну а мне что делать? Как этой программой управлять? Я не программист, я ничего в этом тоже не понимаю. Вы не переживайте. На самом деле, я просто рассказываю сложно. Прошу прощения за это. На самом деле, это очень просто. Да, слишком сложно. Прям вот вообще. Или просто информации много. Извините, пожалуйста. Я хочу детально, максимально обо всем объяснить. Вы извините, что так наплой вам. Смотрите, Ля, все просто. Я с вами связался. Объясняю вам условия. Программа работает автоматически. Я помогу вам ее скачать на телефон. Покажу вам личный баланс именной. Как банковская карта. Вот смотрите. Вы пополняете свою банковскую карту, да? Деньги находятся в банке. Да, конечно. Когда вы ассоциируете свой торговый счет через платформу, которую мы с вами скачаем, там будет ваш именной счет под имя Илья Гловацких, привязанный к адресу электронной почты. ВАЦ-9174-56-34-23-собачка-майл.ру. Ваша почта? Ну, я номер не помню. Там просто телефон зашит. ВАЦ начинается. ВАЦ. ВАЦ. Все верно. Да, да, да. Под этот адрес электронной почты вы увидите свой баланс. Я помогаю вам его пополнить с помощью банковской карты. Либо предоставляю вам ссылку, либо без комиссии. Это можно сделать через Киви, который создается финансовым отделом под ваш личный торговый счет. Просто через Киви там комиссия отсутствует. Банковские платежные системы Visa MasiaCard занимают еще там порядка 3-4% комиссии при пополнении и при снятии. При этом сама компания с каждой вашей сделки, грубо говоря, с вашей прибыли, вычитывается 3% за предоставление вам самой программы и постоянной технической поддержки и возможности развития в данном направлении. То есть у вас будет свой личный специалист, с которым вы всегда сможете связаться и который вам будет точечно предлагать еще развиваться в данном направлении, чтобы вы заработали больше. Помимо автоматической программы, которая приносит вам от вашей инвестиции 30%. Ну я боюсь, что это все-таки сложно для меня все очень. Смотрите, вас в любом случае будет поддерживать опытный профессионал компании, Который там лично торгует в этой... А? А какой компанией? Смотрите, сейчас речь идет о брокере Аппертрейдерс и банковскому алгоритму Сбербанка. Брокер? Какой-то брокер? Это программа автоматической торговли. Что? Программа Сбербанковская, вот эта, которая торгует. Да, банковский алгоритм Сбера, брокер, который предоставляет вам доступ, соединяя с международным рынком Аппертрейдерс. Как еще раз? Просто я такую фирму не помню. Аппертрейдерс. Вы когда переходили через рекламный проект, вас перевело в личный кабинет компании Аппертрейдерс. А, вот я там ничего не понял. Вот куда-то перекинул, и я на этом и остановил. Да. Потому что совсем ничего не было понятно. Илья, смотри, главное, не переживайте. Я вас лично сопровождаю на каждом этапе, вплоть до пополнения, знакомым с вам с платформой, где вы запускаете программу, где вы видите свою операцию, видите свой личный баланс. Когда вы пополняете свой торговый счет, в разнице с банковской картой, деньги хранятся не в нашей компании, а на самом рынке международном, который объединяется на рынке биржи. А как-то на рынке деньги? Смотрите, вот банальный пример, криптовалютные обменники. У них обмены происходят в онлайн. Так же, как и в банке. Я же сказал, я в криптовалюте ничего вообще не смыслю, поэтому мне это неинтересно. Ну, конечно, у вас есть онлайн-приложение вашего банка? Есть, конечно, да. Конечно, есть. Вот. Вы, когда заходите в это приложение, видите свой баланс, верно? Ну, да, 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 есть такое, да, вижу. Вот. Аналогично хранятся деньги в банке, но они, по факту, находятся постоянно в обороте в онлайн. Деньги в банке, да, понятно. Нет, как в обороте? Мои деньги в банке. Банки используют их в обороте. Они физически не лежат в ячейке банковской, когда они у вас на карте, понимаете? В ячейке? Ну, да, конечно. Когда деньги находятся на вашей банковской карте, когда вы делаете депозит, они не в ячейке, они находятся в обороте в финансовой торговле. Прямо в финансовой торговле? Я вам предлагаю... Да, всегда. Либо же это какие-то дополнительные инвестиции в зависимости от банка. Ну, да, да. Ну, понятно, что нет, там, в погребене. В той сфере, в которой я вам предлагаю сейчас просто-напросто напрямую. Взамен на комиссию от сделок, процент. Вы просто-напросто, вместо того, чтобы хранить деньги просто на банковской карте, позволяя банку зарабатывать, будьте самолично зарабатывать в данном направлении. То есть зарабатывать как банк? Зарабатывать как банк зарабатывает, вы мне предлагаете? Да, зарабатывать как банк вашими средствами, но только зарабатывать самолично. Ну, банк-то зарабатывает, он кредиты выдаёт. Как же я могу кредиты выдавать? Нет, 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 Илья. Смотрите, как вы считаете, откуда банк вообще берёт средства? На кредиты, на ипотеки и так далее? На кредиты банк берёт средства, ну, привлекая деньги вкладчиков. привлекая деньги вкладчиков до или осмотрите деньги которые хранятся в банке на вашей банковской карте деньги которые люди влаживают банк на депозит примеру ну да и и фирмы вылаживают не только люди помимо закрытых ячеек конкретной в банке где люди приносят именно имущество а все деньги которые лежат на банковских депозитах все деньги которые находятся просто-напросто на банковских картах все эти средства оборачиваются с торговли на международных финансовых рынках все sorted меняет себе а понятно как то не а за счет чего тогда банк кредит его дает если деньги на оборачивает денег смотрите с этого оборота банк с ваших денег с депозитов на ваших банковских карт и ежемесячно стабильно зарабатывать минимум 30 процентов из этих средств уже выдается и кредиты и ипотеки и так далее а то есть иногда вот почему происходит что банки обанкротчиваются к примеру да иногда банки очень сильно рискуют в данной торговле то есть есть как без рисковая торговля практически есть очень рисковые сделки иногда банки прогорают поэтому когда очень сильно рискует в этой в этом направлении они становятся банкротами и оформляют его банкротства поэтому банки закрываются как раз из-за этой торговли банковский пир банка вам почему предлагается потому что он практически исключает риски то есть ваш ваша сама инвестиции одновременно раскидывается сразу на несколько активов порядка десяти там а к примеру там по трем валютным парам там потом а к примеру две каких-то дешевых акций компаний и к примеру золото и нефти более стабильные по которому вы одновременно зарабатываете то есть программа вместо вас ведет торговлю на них покупает дешевле продает дороже либо открывается контракт на понижение стоимости то есть вы физически покупаете потом а извините по эти дешевле и разница разница вы зарабатываете но смотрите вы сказали банк банки бывает обанкорачиваются если торгуют вот значит и я могу обанкротиться если буду торговать так активно валютные пары да я вас услышал я вам сразу сообщил что вам придут а есть разные типы торговли мы подходим с алгоритмом сбера сбер сколько существует вы пользуетесь этим банком с первым дал пользуюсь но то есть он существует немало он достаточно показывает хорошие отчетности хорошие показатели у сбербанка есть свой алгоритм для торговли безопасный ну по ней не стремятся рисковать то есть если вы хотите поиграться риск риск не демо как раз не это на вложиться в одно направление вот это риск как и в любой торговли банк сбер используя диверсификацию рисков они распределяют бюджет сразу на сотни активов с каждого из которых по минимуму вытаскивают по чуть-чуть по чуть-чуть получая в итоге за месяц порядка 30 процентов доходности и выше и потом на эти деньги они дают кредиты этими деньгами абсолютно верно ну и это прибыль банка чистая кредита они же выдают от процента они возвращаются правильно это тоже способ дохода и сходишь они каждый человек может погасить кредит понимаете сами ну наверное не знаю я думал банки под залог кредиты дают я просто не знаю не брал никогда я не подалок это все годовая практика очень долго это судовые процессы разбирательства то есть по кредитам заработок идет куда меньше чем а по направлению финансовой деятельности и торговли и сколько же банк зарабатывает на вот финна такой на финансовой торговли но тут же сбер я могу чего минимум 30 процентов если по алгоритму сбер минимум 30 процентов и выше а то есть сбер зарабатывает 30 процентов того что он зарабатывает остальные 70 за счет чего он зарабатывает за счет кредита все-таки нет 30 процентов от средства в обороте которыми вот вот к примеру банка есть личный уставный капитал у сбербанка сейчас вам озвучу одна минутка буквально там триллионы наверное огромный капитал я вам точно сама сейчас уже посмотрите на данный момент уставный капитал сбербанка составляет 67 миллионов 760 тысяч 844 рубля всего-то я думал больше вот этот вот эта сумма сейчас находится в обороте на финансовых рынках при этом все ваши деньги на банковских картах на депозитах они аналогично банк на этом зарабатывать поэтому вам всегда предоставлять какие-то плюшки виде бонусов и так далее скидки и так далее за счет того что ваши средства оборачивают понимаете верно но вы с этого не зарабатываете это на этом зарабатывает банк вам сейчас напрямую предлагается просто с помощью того же алгоритма банковского сбера по официальному договору будете верификацию у вас свой личный целевой счет на международном рынке с вами свои инвестиции деньгам с которых вы будете начинать зарабатывать у вас есть свободный доступ как частично так и полная сумма без каких-либо ограничений как только что-то заработали на каких-то сделать с помощью программы вы можете пользоваться этими деньгами заработали там примерно 30 тысяч рублей за день полторы две вы можете иметь использовать это понятно правильно ну в целом понятно да ну какой-то маленький уставный капитал узбера это уставный капитал 6 миллионов обороте да пусть я муж тогда лучше банк открыть если у сбера 67 миллионов не такая большая сумма может совсем другим зарабатывать вы точно не ошиблись вам отправить скриншот на обменование сбербанк россия почтовый адрес 117 997 город москва ловится улица ловила ловила дом 19 ну это все корпоративный вип собственности уставный капитал 67 миллионов 760 тысяч 844 миллиона рублей еще раз сколько 67 миллионов примерно да а а то есть она при 67 миллиарда все-таки до роману ну ясно ну ладно 3 0 это ладно 3 0 больше 3 0 меньше на 67 главное ну ясно так ну а практически то я что могу из этого извлечь но у банка миллиарда есть ну банка миллиарда есть а я-то куда со своими копейками как я на этом что-то заработаете в этот счет вступает компания upper traders международный брокер предоставляет вам доступ к заработку про меня еще вопрос вербал не можно про сбербанк еще у меня вопрос прежде чем и когда говорится брокеру а сколько из из того что банк зарабатывает тот же сбер всего сколько он зарабатывает на вот этой как вы говорите на этой на международной торговли на финансовых рынках какой процент от доходов сбербанка это доход от торговли на финансовых рынках вот эти валютные пары и все такое ну просто чтобы понимание у меня нет доступа к этой информации вы имеете ввиду какой процент от финансовые от международной финансовой торговли проценты общей доходности компании правильно ну да вот он заработал сколько-то там сколько это закрытая информация самого банка вами никто не озвучит не сотрудники банка и так далее а такой нет информации а то что публикуется на сайте центр банка банк каждый месяц отчеты предоставляет это отчетности банка доходности но какая доля откуда пришла вам об этом никто не сообщит а то есть мы не знаем сколько он не отчетности да сколько банк кредитов выдал мы не не можем знать сколько кредитов и люди не только а это все это все мы не можем узнать но вы должны понимать что банковская соблюдают политику конверсиальности а то есть они будут раскрывать данную информацию того будет считаться открытием информации о клиентах в принципе то есть мы про банк по фактически знаем только информация есть внешняя то есть про банк мы знаем только сколько у него уставный капитал остальное мы не можем знать сколько он денег у населения привлек например сколько он кредитов выдал населению сколько заработал на этом это это все секрет но это немножко не ко мне вопрос я менеджер по немножко другому направлению эти вопросы вы можете задать оператору своего банка а что за оператор банка и не понимаю номер 800 просто в сбербанк номер 800 сбербанк ну ладно не вполне понял я просто хочу понять то есть сколько сбербанк на этом зарабатывается что меня ждет а вы говорите нет таких данных варень за ваш вам озвучил что по данному алгоритму сбера получает минимум от 30 процентов компания портает международный заработает неизвестная банка что нет нет погодите а сколько он денег в этот и вкладывает если он гоняет там тысячу долларов и с нее 30 процентов зарабатывать это ерунда если он там миллиарды долларов это вкладывает другое дело вот я хотел бы понять конечно но вам и говорить о данных нету откуда же тогда знаете сколько он вкладывает может он тысячи долларов и гоняет ну как это откуда я то знаю я все банки зарабатывают в данном направлении вы говорите о ней нет такой сколько банка в каком направлении заработал где ты говорите это секрет значит вы не можете на жду сбер на этом сколько-то заработал вот вам только кажется что он на этом заработал нет 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 илья до отра это арендует банковский алгоритм сбера поэтому мы вам озвучим что этот алгоритм приносит минимум 30 процентов от самой местиции да это понятно это то я понял у меня то вопрос в другом а сколько сбер в это дело вкладывает в хорошее вы говорите таких данных нет правильно это банковская тайна у меня их нету у меня их нету ну раз у вас нет нигде нету это секретная информация правильно сколько банк выдал кредитов сколько он вложил вот в эти финансовые рынки то есть мы не знаем на самом деле у вас нет такой информации правильно а вы просто так уверенно говорите что он на этом зарабатывает а вот я хотел бы знать сколько я сам не всему доходу я вам озвучил уставный капитал самой компании какая часть этих средств используется для выдачи кредитов какая часть этих средств используется для выдачи по акциям компании дивидендов то есть какая часть из них используется в торговле я этого не знаю она а это все из уставного капитала до дивиденды платятся и кредиты выдаются но вы должны понимать что уставный капитал это во-первых общая стоимость всех филиалов всех материальных ценностей а уставный капитал это стоимость всех ну понятно да понятно стоимость всей компании ну тогда что-то маловато 67 миллиардов даже не миллионов про которые вы бы ну ладно бог с ним ешь не считал ну ладно все равно хотелось бы прежде чем заниматься понять сколько санта банк на этом зарабатывает вдруг это все-таки не то я смотрите вас изымается это комиссия компании за предоставление вам от доступа в данной данному алгоритму и к автоматической программе круглосуточной технической поддержки понимаете и к вашему ну вас сопровождает специалист который помогает вам здесь зарабатывать ну нет это да это я понял так смотрите ли приступить изначально вы можете по льготной сумме в течение суток 12 тысяч рублей либо же когда вам будет угодно 22 а что привольные суммы что такое льготная сумма какие там льготы предусмотрены льготы это меньшая сумма для старта вам какой смысл я хочу же больше зарабатывать сумма зачем вам и чтобы для того чтобы затем не меньше зарабатывать непонятно или она не у всех есть возможность начали 22 с минимальной суммы понимаете ну особо нет у кого нет зачем вообще вы которые примеру зачем вообще вот если нет у человека 20 тысяч зачем ему вообще в это делали есть это я не понимаю илья у многих людей нет опыта в этой сфере они хотят с маленькой суммы начать попробовать чтобы в будущем решить какой суммы им далее продолжать никто же в первый раз не начинает с десятков тысяч долларов понимаете если не было в этом опыта если они не понимают как это работа нет не понимаю вот смотрите пробует у меня я раньше депозит у меня был в банке ну когда они проценты еще приличные платили так я сразу все деньги на депозит положил ну сколько там было миллион ну да ну не миллион но большая сумма я не стал класть сначала пять тысяч а потом смотреть что с ним будет остальные деньги то должны работать какой смысл складывать чуть-чуть или это ненадежное дело я не могу выложить больше считаете я могу ли вы можете с абсолютность любой суммы начинать но я вам просто напросто озвучил минимально а нет просто вы сказали льготный я думал может льготы там какие по по этим по налогам или что-то я думал в этом льготы какие-то смотрите вы являетесь как партнером брокерская компания я не являюсь я не являюсь партнером никаким брокерской компании я со сбербанка меня там ушать дал мне там карты до что за сбербанком нет я не являюсь партнером сборки это брокерской компании у меня со сбербанком я и клиентом сбербанка являюсь просто вы сказали что я являюсь партнером брокерской компании нет я клиент для вам объясняю как это хорошо или а вы хотите окей вы будете клиентом сбербанка при этом будете оплачивать ленины процентов налогообложения а южа клиентов он понимает я сейчас свое инвестирование говорю финансовое направление я ну ладно я понял что и льгот на самом деле никаких нет просто вот сумма маленькая но мне это неинтересно во первом что урокер вам предоставляет бонус 50 процентов первоначальная сумма инвестиций если вы делаете активацию вашего торгового счета в течение 24 часов после регистрации то есть я могу половину денег и от половины внесет брокер если 50 процентов не дает бонус как и надеюсь то есть не не 20 горит смотрите послушайте пожалуйста да да слушай смотрители есть минимальная сумма с которой запускается программа она граничит двадцати двум тысячам рублей минимальная это минимальная сумма с помощью которой можно запустить данную программу она разбила ваш баланс на несколько активов это было безопасно в первую очередь для вас а больше можно это минимальная сумма больше можно больше это минимальная да все это для тех людей которых нет возможности начать 22 начать зарабатывать данном направлении для них первые сутки также доступна сумма в 11 тысяч чтобы просто вот попробовать ну просто мне вот это было непонятно если людей нет двадцати тысяч зачем им вообще лезть финансовые рынки я вот этого не понимал или у многих людей заработная плата на территории российской федерации 20 тысяч за месяц ты понятного каких тут тогда финансовых рынках то говорить дай бог магазин сходить продукт купить при такой зарплате да за свет заплатить за да а с нами начинают зарабатывать и пенсионеры которых пенсия семь с половиной постепенно по 30 процентов за месяц и выше плюс они обучаются с аналитиками открывают сделки вручную зарабатывать и по криптовалютам и по крипто арбитражу очень много направлений очень много ну ладно гранатик больше и больше но для меня двадцать две тысячи это не проблема это я просто так уточнил то есть я бы хотел естественно больше вы говорите больше можно ну слава богу просто если дело хорошее будет поддерживать ваш личный специалист при желании вы можете увеличить сумму инвестиций зарабатывать больше без проблем со своим личным менеджером который будет вас поддерживать уже этот вопрос регулируете сколько хотите зарабатывать какие у вас цели как часто будете снимать все ну понятно ну для начала понятным ну так много слишком информации конечно и про банк и прованскую банковскую тайну ну наверно надо чтобы в голове удалось а максимально ответить на все ваши вопросы вы извините просто огромный поток клиентов я что же живой человек не машина ну и у меня тоже огромный поток информации трудно сразу все переварить да и конечно я вас понимаю хорошо ли какие у вас имеются вопросы или можем приступить приступить сразу зарабатывать но я пока не вполне понимаю как это тем более вот что за программа первоначально вот давайте расскажите да вот поэтапность этого изначально то есть я помогаю вам установить либо же на компьютер планшет либо же мобильное устройство платформа через которой вы будете видеть свой личный счет именной где будет производиться сама торговля с помощью автоматической программы я помогаю вам войти через брокера after traders вы видите свой счет там же присутствует история операции после чего я помогаю вам активировать свой ваш торговый счет на любую сумму есть несколько вариантов активации выберите для себя более оптимальный с помощью банковской карты онлайн счетов либо же приптовалют на счетов либо через терминал то есть абсолютно не имеет значения я связываю финансовым отделом они подготавливают для меня счет транзакции я вам его предоставляю после чего вы пополняете его сразу же при пополнении в самой платформе который мы с вами устанавливать ради вас именно и счет видите этот баланс который пополнили после чего я помогаю вам пройти часть верификации то есть я переведу уже когда пополнять до свой торговый счет после пополнения да 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 нет ну до этого дойдем подождем мышь мне прям все секунду это делаем и после и после этого начинаем зарабатывать правильно нет после этого вам на адрес электронной почты отправляется илья дослушайте пожалуйста да после этого вам на адрес электронной почты отправляется официальный договор от компании там прописаны ваши личные данные сама прописана первая начальная сумма вашей инвестиции то есть пополнение счета конкретную сумму после этого с вами связывается напрямую ваш менеджер к ваш специалист который вам помогает зарабатывать помогает вам запустить программу автоматической торговли через платформу а вот 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 у меня вопрос да да с ним у вас будет постоянная связь он вам помогает зарабатывать объясняет полностью все нюансы этой сферы он лично торгует в этой сфере более 15 лет он нормально 15 и поддерживает до пяти клиентов компании обучает их помогает и это стратегии для проговли хорошо что не больше ну конечно живая работа это как это называется эксперт или аналитик как-то называется вот у кого пять клиентов но вообще трейдер то еще не который ведет торговлю называется трейдер спите он вас обучает он сам торгует он помогает клиентам компании ну ясно официально ну ясно вот вот если я правильно понял так чего начинаем я уже забыл сначала устанавливаю прошло на платформе правильно все правильно потом активируете видите свой сейчас сейчас я повторю миром активируем счет потом пополняю счет потом прохожу частичную верификацию потом мне приходит договор на почту электронную и после этого начинаю работать трейдером и вот собственно весь процесс начинает да вот а тогда не понятно говоря непонятно одноверие после чего запускается автоматическая программа так называют у нас с вами а когда я программу то эту скачиваем вы не сказали а у вас android или и ос операционной системы у меня windows вообще а вы компьютера будете правильно ну да я умею компьютером пользоваться вот когда эту программу мобильную стрессу вам будет неудобно да ну я не люблю там экранчик маленький нажмешь чиним не то или а почему говорю за мобильную стрессу так как вы в любой момент сможете просмотреть историю операции а на компьютере они не смогут не из компьютера аналогично сможете он с компьютера просто напросто платформа называется мототрейдер 5 просто вписывайте в поисковике скачать mk5 ну бог с ним ну вот мне с программой вот этой автоматической непонятный диета когда скачиваем и где вы сказали торговая находится внутри платформы торговые мототрейдер 5 мы с вами изначально на windows в компьютере скачиваем это трейдер 5 заходим у нее через брокера я помогаю вам зайти ваш личный кабинет вы видите свой торговый счет вот так там есть присутствует история операции хорошо там также аналогично отображаются все активы по которым ведется торговля хорошо а когда вы выходите через нашего брокера вам открывается доступ в алгоритму сбербанка автоматическому заработку вот вот где здесь и сам алгоритм доступен через нашего брокера что вы сначала говорили что вот эта программа автоматической торговли это программа сбербанка берем правильно правильно а вы говорите теперь что эта программа уже находится в платформе значит эта платформа сбербанковская тоже или как это может не я не понимаю как может на какой-то платформе на кредитин оборудование программ или да не торгую через сбер онлайн правильно ну я не знают на секретной информации как он торгует а то бы все торговали или смотрите вы можете прочитать в википедии что такое мата трейдер 5 это универсальная платформа для торговли на международных рынках абсолютно для любого брокера как банковская финансовая основа так и абсолютно любого живого человека то есть его используют все поэтому я вам озвучиваю что компания part traders оплачивает сбербанку комиссионные за использование алгоритма банковского их вам его предоставляете с вас взимает за это определенный процентом до 3 процентов от вашей доход а что такое алгоритм банковский алгоритм что это такое не понимаю банковский алгоритм а это механика самая программа автоматической торговли а вот где эту программу сказать а или программы это в платформе находится я не понимаю эта программа добавлена в платформу через нашего брокера то есть когда вы изначально устанавливаете сам саму платформу мата трейдер 5 там есть кнопочка найти брокера когда вы вводите брокера я вам диктую название брокера нашего через которые зарегистрированы мата трейдеры пятом на самой платформе вам открывается доступ к самой автоматической программе с алгоритмом сбера так там должно значит быть написано что это сбер мне сбер вводить значит в платформе надо чтобы нет сберов скил горит найти как тогда нет а можно я тогда на сайте сбера скачаю вот этот алгоритм мне кажется надежнее чтобы вирусов не было и чего-то мало ли в интернете всякого илья а у вас есть сомнения какие-либо нет у меня просто непонимание пока вот начали разбирать а потом просто логический вопрос илья если компания портрейдер международный биржевый брокер оплачивают сбербанку за его алгоритм комиссионные то каким образом вы в сбере скачаете этот алгоритм так это же сберовский вы говорите правильно права ты на него значит беру убежат правильно правильно вот я и хочу сбера сквозь можете обратить сбербанк вы можете обратиться в сбербанк купить у них или арендовать их алгоритме использовать его самостоятельно а самостоятельно я не умею это делать ну то есть поэтому вам брокер предоставляет возможность без покупки алгоритма у сбера работать через брокера который просто взимая 3 процента вашей доходности предоставляя вам этот алгоритм понятно но эти три процента из моего дохода ведь будут вычитаться исключительно автоматической программой в истории операции это будет прописано как комиссия там прописывается актив по которому вы заработали время сделки сколько сделка длилась и комиссия и чистая прибыль и ваш баланс увеличился я понимаю что вы действительно детально хотите разобраться но на самом деле на практике все гораздо проще я вам предлагаю просто попробовать сейчас приступим все увидите разберетесь поговорите с менеджером по направлению в любом случае вот или а если что-либо не понравится не устроит не подойдет просто-напросто снимите обратно эти деньги себе на карту без каких-либо нюансов проблем и так далее ну тоже верно хотя прежде чем приступать конечно хотелось бы все понять ладно так первый шаг какой у нас должен быть илья вы возле компьютера сейчас нет сейчас нет не возле компьютера хорошо далеко от вас компьютер через сколько сможете быть у него ну пока не знаю пока не знаете хорошо я скажите пожалуйста мобильное устройство у вас android или ios а какая разница то нет у меня этот samsung android samsung android прекрасно а какая разница или а вы мне есть play market есть appstore в play маркете можно скачать мт4 и в appstore можно скачать мт4 нет я через телефон не хочу я через телефон-то не хочу не хотите да маленькие краны хорошо рекламы там куча лезет всякой нажму куда-нибудь загрузится чертичу хорошо я тогда предлагаю вам для начала убедиться в том что платформа мата трейдер существует более 21 года уже в википедии то есть поставьте меня просто-напросто вас проработает интернет при разговоре со мной нет насколько я знаю нет не работает вайдер ватсап вы используете вайдер вообще никогда ватсап перестал как он стал с этим фейсбуком чего-то там мутить я отказался то есть мессенджера у вас недоступны telegram telegram нет telegram только по работе это на другом на служебном телефоне не хочу и смс сбер сбер мне и смс-ки присылает и смс-ки а чего чем плохо мне сбербанк смс-ки под присылает до всяких местных жилов я привык или он или пусть когда вы будете готовы активировать свой торговый счет ознакомиться более детально я могу помочь вам сейчас активировать ваш торговый счет а я помогли я не у компьютера я не у компьютера я понимаю получится только вот на словах я могу послушать так вам не нужно быть возле компьютера для активации вашего торгового счета ну а тут вопрос согласно вы активировать счет так таким образом или нет ну да только а что такое скидывание что это значит имеется ввиду пополнить свой торговый счет с помощью банков с карты либо же другого способа а пополнить счет ну ладно его открывать надо сначала а где где он будет где счет будет смотрите счет на вы увидите напрямую через платформу мототрейдер 5 когда вы проходили регистрацию за вами он уже создан под имя илья фамилию главарский и адрес электронной почты ватт 903 собачка mail.ru торговый счет имеет свой номер я вам его озвучил могу отправить скриншот и так далее даже на электронная почту если это необходимо ну нет наверное я все равно сейчас не у компьютера а когда буду у компьютера я увижу его поэтому сейчас направляете пожалуйста и дальше что доступна ли вам к примеру тоже минимальная сумма чтобы я помог вам активировать ваш торговый счет на ту сумму которая вам интересно просто напросто по банковской карте либо по какому-либо из других считалку ну вот на какую я не понял минимально это мне не очень интересно что там с нее можно заработать 20000 ну что я на этом заработаю какая сумма инвестиции вас интересует а черт что знает новую про сбербанк когда я же регистрировался на сбербанке я думал 1500 тысяч пятьсот рублей до данная сама сейчас особенно по вашей банковской карте правильно что значит доступно по карте я не понимаю но данная сумма находится на вашей банковской карте не зачем мне на карте такие деньги держать я уточняю я не знаю нет я на карте не держу деньги вообще только в магазин когда иду зачем мошенники звонят по телефону выведывают номера поэтому это небезопасно на карте деньги держать небезопасно хранить деньги на карте конечно чем воде тем что могут завладеть данными карты злодеи мошенники всякие списать деньги банк сам говорит держите на на счете 3d security вам всегда при оплате приходит сообщение от банка с точной суммой кодом подверждения нет ни о том-то и дело в том-то и проблема подключите себе 3d security чтобы 3d security подключена только не отовсюду приходит она странно да не странно но вот так а если карту потерять допустим с нее там вообще и без пин-кода могут списать деньги поэтому на карте это плохая затея хранить деньги и спин-кода списать деньги ну да у нас в россии так у вас вы откуда что вы имеете ввиду ну вот допустим лежат у меня на карте деньги там 500 тысяч допустим я карту вдруг потерял или у меня ее вытащили злодеи они совершили заблокировали так если я узнал а если я не узнал что она потеряна обчистят мгновенно поэтому на карте держать деньги нет это обычно при огромных операциях в любом случае с вами связываются банки спрашивают вас вы делаете эту операцию или нет ну не всегда но даже пусть не огромная операция даже чуть-чуть денег потерять было обидно поэтому зачем на карте держать безопасность прежде всего должно быть я вас понимаю конечно ну вот хорошо ли какая сама вам сейчас доступна по банковской системе онлайн счетам криптовалютным счетам ну смысле доступна на инвестиции я хотел 1500 я сказал уже зачем вам сколько мне раут на не понимаю странные вопросы для того чтобы на данный момент и только мошенники могут спрашивать сколько денег у вас на карте на счету нет нет они очень нравится я сказал сколько я готов инвестирую можно прямо сейчас приходи разговор если вы считаете меня мошенником я не шире у меня просто вопрос не понять я не искал ваш номер где-либо и не пытаюсь вас что-то вытянуть я вам озвучил минимальная сумма не говорю вам начинать самая огромная но я просто хочу заработать хоть что-то а зачем а у меня когда я буду строить данного вашего баланса или исключительно ради того чтобы понимать на какую сумму сейчас реально возможно активировать ваш торговый баланс я вам объяснил что я хочу инвестировать 500 тысяч зачем вам знать сколько у меня всего денег я не понимаю вот это но объясните я не буду больше инвестировать ни при каком обстоятельствах или осмотрите я не собираюсь миллионный вопрос мне кажется много вы мне озвучили что вы планируете инвестировать 500 тысяч рублей до умолок и число доступна ли данная сумма вам по карте помните правильно вы сказали что нет не держите на карта правильно случайно я с вами начал диалог о том чтобы помочь вам сейчас удаленно активировать ваш торговый счет правильно ну да вы говорили об активации то и вполне логично что я задал вопрос какая сумма вам доступна для активации сейчас чтобы я помог вам если вам недоступна сумма 500 тысяч вы можете спокойно сейчас что значит недоступна я не понимаю я сказал я хочу на 500 тысяч ничего не понимаю вообще вас запутали меня на карте их не держу да потому что это небезопасно я вам уже объяснил почему хочу именно эту сумму инвестировать в чем ваша проблема какой способ активации торгового счета вам больше импонирует помощью банковской карты с помощью наличных через терминал либо же с помощью криптовалютного счета либо же онлайн счетов киви яндекс деньги ну я я ничего этих методах не понимаю поэтому просто не знаю а зачем с помощью карты активировать вот опять карта тут вы и обновленности делаете пополнение одного счета на другой ну да я буду со счета пополнять я буду со счета да а вот активировать банковского счета правильно ну конечно да я деньги что-то пополнение это активация а пополнение то вы играете свой да вы активируете свой торговый счет путем пополнения извините не озвучил ну вот ну вот запутали я уже прям не знал что думать я тоже не понял извините ну ладно хорошо разобрались не знаю нет переводить деньги я со счета на счет буду банковским переводом тем более сбер у меня в сбере сбер это алгоритм сберовский почему я и заинтересовался этой всей история сберута я доверяют ну и переведу со счета на счет за счета на счет ну конечно разве нельзя сейчас одну минуту давай я вас одни с финансовым делом чтобы вас сориентировали я просто не так я понимаю что вы имеете ввиду хорошо вы знаете может быть не сейчас а я тем временем может быть до компьютера доберусь и вот ознакомку в википедии вы говорили почитать про это мета 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 трейдер меня в любом случае для того чтобы забронировать место чтобы понимать когда вы будете забронируете до финансовой операции забронируйте место место забронируйте для этого я хочу стать я хочу вас соединить финансовым отделом сотрудникам для того чтобы вы обсудили с ним вопрос именно пополнения как это реально сделать как это происходит я боюсь у меня сейчас времени не будет я ж на работе сегодняшний день ты рабочий 3-4 минутки буквально ой ну соедините просто меня могут в любой момент вот позвать и я никуда не вернусь соединяю две минутки алё 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 слышно слышно даже пропало что цель я же вас перевожу на финансовый отдел ну давайте не только вот боюсь от не бежать по работе надо буквально если минутку давайте алло здравствуйте добрый день да здравствуйте меня зовут дмитрий дорохов финансовый отдел как я могу к вам обращаться да как вам удобно не но я имею ввиду как как вас зовут илья значит приятная подскажите у вас процедура вывода или активации ну наверно активации вопрос был только я сейчас не могу очень долго разговаривать я говорил прижусь мутовая активация я понял вы какой-то мы планируете активовать счет ну я инвестировать планировал 500 тысяч не знаю это значит не понимаю что значит активировать суммы я не снимаю смотрите да можно инвестировать в принципе сумму любой куполе считаете нужным ну-то один копейками то да да единственное что смотрите при активации когда вы переводите есть там определенные ограничения то есть нужно для создания счета чтобы он у вас создался изначально погодите а мне сказали он уже создался все верно все верно все верно мне менеджер сказал уже создался все правильно просто для его активации изначально сумму превышающую тысячу долларов переводить туда не нужно активация у вас должна проходить сумма вот лимит до 1000 долларов а потом при создании этого счета а вы уже можете инвестировать абсолютно любые суммы какие считаете нужными ну ясно это такой порядок у вас да 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 такой порядок слушайте вот может правда муж я сначала почитаю рекламент ваш где все это написано просто я все равно сейчас не у компьютера я я говорил но платежная система там регламент в любом случае там платежных системах не указан плюс я понимаю что вы какие полиции нет я захотел банковским переводом причем платежные системы да да я понял я понял да там ограничений нет все правильно единственное что у вас ограничений нет ли у вас по вашему банку лимитов по переводам нет абсолютно ну в таких пределах точно нет до миллиона в день точно совершенно нет а столько и не собираюсь хорошо тогда нужно будет сделать следующим образом для такой транзакции необходимо будет подготовить документы соответствующие мы это сами сможем сделать немножко попозже когда будет готово нет нет проблем на почту присылать я буду компьютера посмотрю и тогда поговорим о деталях и тогда как когда когда будет готова сотрудник финансового дела вас наберется уверена что все готово он не сам отлично хочется я понимаю у вас одну секунду я подтверждаю ты уже проверяли по 9 до 1 она до 9 4 поняла хорошо я тогда сейчас составляю запрос на активацию счета на 500 тысяч и тогда сотрудники на свое дело либо я либо кто будет свободен и пришлите тогда там условия или регламенты чтоб сразу я посмотрел ну мало ли что вопросов меньше было условия регламенту подробнее скажите потому что документации много и что конкретно чтобы не отправлять вам все бумажного лакита ну я не знаю как это называется наверное это регламент предоставлению услуг у вас это может быть по-другому называться может быть даже это пользовательское соглашение или тому условиях да 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 у вас обязательно будет договор у вас договорные обязательства будет такой этот я понял это даже не обсуждается поэтому не декларация декларация на активацию счета то есть там будет указана сумма вы и в случае если необходимо будет вам это пришлют еще в том числе второй вариант по почте нет вот прям сейчас вместе с остальными вот направьте или ссылку это на вашем сайте наверняка должно быть я просто не помню я посмотрел вот это про ограничение вы сказали там в 1000 долларов но если такое прописано что делать не прописано это я вам просто по опыту говорю что он у тогда нет проблем если не прописано значит значит его не существует просто такая практика проживаясь горит об да 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 это почему спросил у вас про лимиты которые есть у вас по переводам потому что а ну если в этом тут проблем нет да лимиты там 60 от 80 тысяч а ну это есть да 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 нет у меня такого нет слава богу поэтому я и хочу таким методом ну ладно договорились жду и проверяю почту окей тогда сейчас будем подготавливать и в скором времени ждите уже тогда контакт отлично отлично и приступим наконец-то давайте да да все хорошо алло алло или я добрый вечер добрый вечер или это александр вернадский вас беспокоит ваш менеджер да да помню мы когда общались с вами по поводу вера мы с вами говорили аж на фильм на инвестиции помните а это вчера по моему да 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 скажите я никак не мог с вами связаться что случилось его нет ну просто по работе занят телефон отдельно я отдельно в течение рабочего дня наверное вы звонили да сейчас скажу вам и звонил вам это абсолютно в разное время я вам вчера звонил в 19 45 по москве по москве 17 31 но а это вчера или сегодня вы звонили но в любом сыра и сегодня звонил ну просто по работе был занят но слава богу дозвонились бывают хорошо или люди пожалуйста что мы начинаем приступаем что думаете ну да ну на чем мы остановились мы толком ни до чего не договорились ну скажите какие вопросы вас интересует перед стартом непосредственно заработка перед инвестицией что вам необходимо понять для того чтобы понимали что вы вложите средства на свой личный счет с помощью которых начинаете зарабатывать пассивно ну даже не знаю по банковскому алгоритму сбера а ну вот с алгоритмом ну мне много чего непонятно но в частности непонятно как вот вы говорили зарабатывать как спер вот это мне как раз и непонятно города работающая что зарабатывать как звер правильно как берда вот это мне как раз и непонятно он же зарабатывает все таки на на чем-то другом они на этих спекуляциях Нет, как раз таки на них. Только это не спекуляция, это международный финансовый рынок. Тем, чем занимается Московская биржа, Нью-Йоркская, Сингапурская, Шанхайская и так далее. Рынок объединяет все эти биржи в себе сразу. И у вас появляется возможность, как трейдер, зарабатывать абсолютно на каждом. Понимаете? У всех у них есть часовые поясы на разное время работы. Благодаря их объединению у вас бесперебойный поток торговли идет. Круглосуточный. Пять дней в неделю. И выходные по криптовалютам. Понимаете? И где в этой схеме СБЕР? Вот вы назвали биржи. Вот биржу московскую СБЕР как связать в одну упряжку? Я не вполне понимаю. Смотрите. Московская биржа физически покупает, продает акции компании. Для того, чтобы СБЕР мог заработать на акциях компании, ему нужно через московскую биржу купить. То есть, понимаете? СБЕР идет в магазин, покупает акцию. Нет, погодите. Я про биржу не понял. Что? Вы сказали, московская биржа покупает и продает акции. Так? А у кого она их покупает, акции? Я не понимаю. Как это? Биржа покупает? А, биржа у компаний. У Газпрома, например. У Газпрома есть акции. Эти акции можно купить не придя в компанию Газпром, а придя на биржу московскую. Нет, вы сказали, биржа сама где покупает акции. Я вот этого не понимаю. Вы сказали, биржа покупает акции. Как это происходит? Биржа предоставляет доступ компании, которые владеют акцией. Они их продают через биржу. А сама-то она покупает акции, как вы сказали, или нет? Я не понимаю. Да. А как она покупает биржу акции? Как это происходит? Я первый раз про это слышу просто. Не понимаю. Как биржа покупает акции? Ну да, как это? Биржа покупает акции. Точный юридический процесс я вам не назову. Биржа покупает акции. То есть биржа является акционером, что ли? Я не понимаю. Я вообще этого не могу. Ни в коем случае. Биржа это рынок. А если она покупает акции, значит она является акционером. Если я куплю акции, значит я тоже стану акционером. Вы говорите, биржа покупает акции. Нет, биржа это рынок акций. Смотрите, биржа это рынок акций. А ты на где компания приходит, выставляет свой лоток, продает свои акции. Понимаете? Это я понимаю. Но вы-то сказали, что биржа покупает акции. Вот это как? Вот эта часть мне непонятна. Илья, я специалист в другом направлении. Я могу где-то ошибиться в том, в чем я некомпетентен. А, понятно. Пожалуйста, не придирайтесь к словам. Да я не придираюсь, я разобраться хочу. Просто чем больше разбираюсь, тем мне кажется, что это очень сложное дело и вряд ли мне подходит из-за своей сложности и рисков и все такое. А в чем вы нашли сложности и риски? Ну вот, например, я сейчас не понимаю, как эта биржа покупает акции. Я про такое никогда не слышал. Риски? Ну, можно потерять свои деньги. А где вы здесь нашли риски? Каким образом? Ну, например, купишь какие-нибудь акции, они подешевели. А вы же собираетесь акции покупать? Ну, а чем же заниматься еще при биржевой торговле-то? Вы хотите вручную вести торговлю? Самостоятельно? Нет, вы мне говорили про Сберовский алгоритм, насколько я помню. Правильно. Который показывает результатность доходности порядка 30%. Благодаря использованию вашей инвестиции разбивается на инвестиционный портфель, сразу на несколько активов. Какие активы? Это все происходит автоматически. О каких активах идет речь? Я думал, это вот всякие, как это называется, валютные пары, какие-то там контракты, свопы, спреды. Это все вот из этой области. Правильно? Это все моменты изручной торговли. Вы абсолютно правы. На валютных парах, на акциях компаний, на товарных ресурсов, на сырьевых рынках, на криптовалютах. Ну, вы говорите, вот Сбер этим занимается, я сам через свой Сбербанк, через свой алгоритм торгую вот этим. Правильно. А, вспомнил. Вы почему-то вчера сказали, что вам неизвестно, сколько Сбер выдает кредитов, а сколько вкладывает в ценные бумаги. Да, лично мне неизвестно. А почему вот лично вам неизвестно, я не понял. Вы не в Сбере работаете? Вот просто вы в программе Сбера? Смотрите, брокер, Аппортрайдерс, арендует Сбербанка, Аппортрайдерс, международный биржевый брокер. А, вы в брокере? Но работаю я с алгоритмом Сбербанка. А почему вам неизвестно вот эти данные про банки? То есть вам как брокеру запрещено, что ли, это? Илья, скажите мне, пожалуйста, зачем мне необходима данная информация? Ну, вот серьезно. Моя работа заключается в том, чтобы консультировать клиента относительно того, каким образом, на чем он будет зарабатывать. А не консультировать клиента о том, чем занимается банк. Ну, понимаете или нет? Понимаю, но вы же сказали, зарабатывать как банк, как Сбер. С этого началось, вот этим вы меня увлекли. А вот у меня в связи с этим вопрос. Если на самом деле вот это так выгодно, почему сам Сбер этим занимается, ну, на это тратит очень малую долю своих ресурсов? Почему он в основном зарабатывает на другом? С чего вы решили, что он в основном зарабатывает на другом? Ну, вот вы, например, сказали, что вам почему-то это неизвестно, как Сбер зарабатывает. Я не могу вам озвучить точные суммы. Вот. Но в основном, в данной сфере, в принципе, финансовые установки, как банки, всегда ведут основной вид доходности. Понятно. Но вы знаете, что Сбер-то, как и другие банки, публикует свои отчеты регулярно? Ну, на то он и банк. И вот я посмотрел, что у Сбера, например, активов сейчас 36 триллионов. Из них, в производные финансовые инструменты, он складывает всего 313 миллиардов. То есть это 1% от своих средств, он пускает 1% из своих средств, Сбер пускает на вот эти финансовые инструменты. А, например, кредитов он выдал на 30 триллионов. То есть в основном он зарабатывает за счет кредитов. Я же не могу, как Сбер. Илья, вы знаете за такое понимание, как введение белой и черной бухгалтерии? Или вы считаете, что наши с вами банки являются... Я не понял, подождите еще раз. Что я знаю? Вам известно понятие белой и черной бухгалтерии? Белой и черной, да, слышал, конечно. Как вы считаете, наши с вами банки абсолютно ни в чем не приукрашивают? Ну, я уверен, что они в чем-то, может быть, приукрашивают и хотели бы приукрасить. Да тут вот есть неувязка. Вот эти Сбербанковские отчеты, они заверены международной аудиторской фирмой. PricewaterhouseCoopers из Большой Четверки. Так что этому можно абсолютно доверять. Это не просто, что на заборе написано или что там банк хотел, что хотел, то и написал. Нет, это официальный отчет. И вот я смотрю, как же я могу как Сбербанк зарабатывать, если сам Сбербанк только 1% своих средств пускает на эту торговлю, о которой вы говорите. Это значит, я из своих 500 тысяч, я хотел вот 500 тысяч вкладывать. Дайте мне договорить, пожалуйста. Если как в БЕР, я всего из этих 500 тысяч должен 3 тысячи с половиной выложить в эти финансовые инструменты. Ну, что я на этом заработаю? Это смех. А как в БЕР зарабатывать? Это кредиты выдавать. Выгодное дело. Отчет же есть, вот почему вы не посмотрели его. А меня заинтересовали, я глянул. Илья, чего вы пытаетесь добиться сейчас? Скажите мне, пожалуйста. Вы просто пытаетесь потратить мое время в посту или как? Нет, ни в коей мере. Изначально я хотел зарабатывать, а сейчас я хочу просто понять, как зарабатывать. Вот, например, как Сбербанк, как я могу зарабатывать, если Сбербанк на этих финансовых инструментах практически не работает. Илья, по алгоритму Сбербанка для биржевой торговли. Ну, если сам Сбербанк этим не занимается, значит, это не так выгодно. Вот у Сбера активов на 36 триллионов рублей. И он в эти финансовые инструменты вкладывает меньше 1% своих средств. Полпроцента фактически. Илья, у вас есть одна информация, у меня есть совершенно другая информация. А откуда у вас информация? Моя информация, это вот отчет Сбербанка, официальный и заверенный PricewaterhouseCoopers, крупнейшим консалтинговым аудиторским агентством на сайте Центробанка. Сбербанка, у меня нет времени обсуждать с вами банки, банковские системы, то, на чем зарабатывают банки. Я с вами связался не как консультант, а для того, чтобы вам помочь начать зарабатывать в нашей компании. Если вас это не интересует, я не буду тратить ни свое, ни ваше время. Если вам интересно зарабатывать, пожалуйста, приступим, будем зарабатывать. Да, но я не пойму, как мы можем зарабатывать как Сбер, если он на этом не зарабатывает. А вы говорили, зарабатывает. Я вам говорю, что он на этом зарабатывает, потому что так оно и есть. Мы используем алгоритм Сбера, и по нашим показателям все отлично. А почему же он только 0,5% своих активов вкладывает вот эти финансовые институты? Нет, я не знаю, почему они прописали, что только 0,5% всех денег, грубо говоря, они пускают в данное направление. А я знаю, почему они это прописали, потому что это так на самом деле обстоит. Потому что это банк, он не может неофициальной деятельностью заниматься, там все прозрачно. И поэтому мне изначально, мне очень понравилась эта идея, как Сбер зарабатывать. Это значит, все официально, все прозрачно и надежно. Я же не куда-то обратился, а именно в Сбер инвестиции. А сейчас получается, что Сбер на этом сам не работает. Получается, что Сбер на этом сам не зарабатывает? Ну, конечно, вот отчет, посмотрите. Мы просмотрели информацию, где Сбер огромными суммами оперирует в данном направлении. Говорите, что он в этом не зарабатывает. Я не знаю, почему именно данной суммой. Нет, ну смотрите, если это выгодное дело... Может, вы смотрели информацию по какому-то определенному направлению, или я? Нет, нет, я смотрел... Я просто-напросто мое время впустую. Я специалист в другом направлении. Если вы хотите обсудить данный вопрос, позвоните, пожалуйста, банковскому сотруднику и задайте ему вопрос. Какой суммой ваш банк оперирует на международных финансовых рынках? Так это известно в их отчете. Вот я смотрю сейчас консолидированный отчет о финансовом положении Сбера. И там ясно, что меньше процента, полпроцента своих денег Сбер направляет на эту торговлю. Было бы это выгодно, он, наверное, бы... Хорошо, Илья, чем вам данная информация поможет заработать конкретно? Что она изменит? Ну, она поможет, во-первых, понять, что Сбер на этом не зарабатывает. А вы говорили, что он якобы на этом зарабатывает. Вот, может быть, это и меня кто-то убережет? Я вот не понимаю. По этому отчету, вы видите, что у них нету доходности, или что? Нет, я вижу по этому отчету, что Сбер вкладывает вот в эту торговлю всего полпроцента своих средств. А вы говорили, что он в основном на этом зарабатывает. Нет, он зарабатывает на кредитах и на комиссиях. Миллиарды. А здесь, ну, вот, среди прочего, какие-то копейки он в это вкладывает. Я вам провел аналогию. Для моих 500 тысяч, это равносильно тому, чтобы я 3 тысячи вложил в эту торговлю. Но 3 тысячи, это же мелочь, что я с ней заработаю. Это смешно. Если как Сбер зарабатывать, вот. Может быть, это просто не спыло на этом. Илья, я вам обучил доходность в размере 30% от суммы инвестиции. Вот, да, я понял. Поэтому мне непонятно, почему Сбер-то не вкладывает значительные средства в такую прибыльную торговлю. Почему он как-то на кредитах зарабатывает, на комиссиях, если здесь можно аж 30%? Вложил бы свои триллионы. Ну, правильно, логично. Вот я понять хочу этот момент. Прежде чем... Илья, если у вас появляется сомнение, пожалуйста, обратитесь на прямой Сбер, спросите, почему они не пускают большую сумму по своему направлению, по своему алгоритму? Ну, я и так могу догадаться, потому что, наверное, это рискованно. Возможно, это действительно принадлежит. Если бы это было рискованно... Хорошо, Илья, если бы это было рискованно, у нас с вами разговоры записываются. Если бы я вам озвучил, что здесь нету рисков, вы мне скажите, пожалуйста, каким образом вы бы дальше продолжали с нами работать, правильно? Вы бы просто-напросто, потеряв хотя бы тысячу рублей, вы просто бы все забрали, перестали сотрудничать. Потому что я вам, изначально, озвучил абсолютно другие условия, правильно? А меня вы при этом еще и уволили. Не совсем понимаю, к чему вы клоните. Илья, к тому, что я вам озвучил доходность порядка с 10% от суммы вашей инвестиции. Да, совершенно верно. Это действительно то, что за результатами наших клиентов идет доходность. Да, это бы меня устроило. Доходность-то мне нравится. Так если вас это устраивает, давайте мы приступим, вы увидите эту доходность. Ну вот у меня просто непонятка одна осталась. Если это так доходно, и вы сказали, что Сбер в основном этим и зарабатывает... Илья, я не могу вам ответить на данный вопрос. Я не знаю, почему так. А-а-а. Ну вот, может, там все... Может, там какие-то подводные камни есть? Может, там подводные камни... Поищите. Хотите, поищите. Я не против. Ну а как вы могли бы быть против? Зачем вы это сказали? Если бы они были, я бы вам о них озвучил изначально. Потому что это была бы моя недоработка, понимаете? Если бы они существовали. Так сейчас есть ваша недоработка. Вы же сказали, что Сбер в основном на этом зарабатывает. А выяснилось, что это... Но я же вам только сейчас показал, что это неправильно. Вы в этом можете убедиться, открыв отчет Сбербанка. Или любого другого, подозреваю, банка. Ничтожная часть своих... У меня источник один. Официальный отчетный Сбербанк, опубликованный на сайте Центрального банка. То есть, ну это абсолютно информация, которой абсолютно можно доверять. Илья, в Госдуме делают отчетности по кредитованию государства, по выданным пенсиям и так далее. При этом огромная часть данной суммы просто-напросто их не существует. Вы просто-напросто сейчас на данный момент не понимаете, что существует черная бухгалтерия и белая. Потому что вы говорите, что это проверенная информация. Да. Можете верить. Я не буду спорить с этим. А как же с этим можно спорить? Это международное консалтинговое агентство. Не консалтинговое, а аудиторское агентство. Если вы святого не верите, как в бога, я не буду оспаривать ваше личное мнение, Илья, понимаете? Я вам озвучиваю сейчас под запись, по разговору, что у меня есть другая информация. Все. Зачем спорить? Нет, у меня просто вопрос хочу разобраться. У вас есть основания не верить в PricewaterhouseCoopers? Думаете, они там что-то мутят? Мировое агентство? Илья, я не буду делать выводы, отталкиваясь от личных суждений. Я вам говорю исключительно той информацией, которой я владею. Не более, не менее. А откуда у вас эта информация? Вот моя, например, из официальных отчетов. Илья, вы не являетесь клиентом компании, чтобы я вам озвучивал, откуда я владею данной информацией. Понимаете? А вдруг вы меня сейчас, к примеру, проверяете? А что, у вас какая-то информация противозаконная? Я не понимаю. Илья, ну если консалтинговая компания, как вы озвучиваете, имеет одну информацию. Я звоню вам с финансовой установки, которая утверждает, что есть другая информация. Аудиторская компания, она не имеет информации. Она проверяет информацию, которую дает Центробанк. Проводит аудиторскую проверку. Это аудитор. И утверждает отчет Сбербанка. Илья, я видел лично, как Путин приезжает в город проверять тоже с проверкой. Все покрасили красивенько, выставили. Он уехал, все развалилось. Я такое тоже видел. И какое это отношение имеет к банковским отчетам, к Центробанку? Это пример живого, живой пример черной и белой бухгалтерии. А, то есть Сбербанк вместе с Центробанком нас обманывают, что ли? И на самом деле крутят эти триллионы на финансовый рынок? Илья, вы долго планируете продолжать этот нелепый разговор? А чем же он нелепый? Вы мне не даете никаких пояснений? Чем, что мы с вами абсолютно не разговариваем за тематику моей работы. А как это разговаривать за тематику? Не понимаю. Вы мне объяснили условия работы? У меня возникли вопросы. Я их задаю, а у вас ответа нет. Нет, Илья, вы одну и ту же самую тему, мы ее обсуждаем уже 20 минут. Абсолютно одно и то же. Ну, я ответов-то не получил. Вы говорите, что это все вранье. Как это может быть враньем, я не представляю. Это официальная отчетность на уровне Центрального банка. Если бы это было враньем, банковская система вообще бы не существовала. Что у вас за основания этому не доверять? Вот у вашей фирмы есть, кстати, отчеты? Можно на них посмотреть? Аудитор их проверяет? А почему? Потому что вы не являетесь на данный момент клиентом компании. А я не являюсь клиентом, например, банка ВТБ, а я могу посмотреть их отчеты. Потому что это доступная информация. Ну, вы видите, как интересно, правильно? Общая доступная информация. А почему же в вашей компании нельзя посмотреть такие отчеты? Потому что у нас кондициональная информация о каждом нашем клиенте. Даже если приобщить общую их доходность, является абсолютно кондициональной информацией. А меня абсолютно не интересует никакая информация о ваших клиентах. Только показатели работы вашей фирмы. Ну, как любая фирма-то публикует свои отчеты, а почему у вас таких нет? Почему это секрет? А, может, потому что вы не российская? Может, там другие законы? Я-то просто в России. Может быть, поэтому... Я, вы будете работать или нет? Ну, конечно, только вот я не понимаю, как можно, как Сбербанк зарабатывать, раз он на финансовых... Вот здесь на практике. А как это сделать? Я помогаю вам установить предплатформу. Вы на нее заходите, видите свой именной счет. Делайте его активацией путем пополнения. А я забыл, что это за платформа... Проходите стандартную... Что? Что это за платформа я забыл просто? Метатрейдер пятый. А, Метатрейдер. А в нем какой-то автоматический алгоритм Сбера, вот если я правильно помню, правильно? В нем вы присоединяетесь через брокера, и через данного брокера вам доступен алгоритм Сбера. А можно не через алгоритм Сбера, потому что вот я все-таки отчетности доверяю. Если бы это был такой хороший алгоритм, Сбер бы я сам, думаю, торговал бы на нем. Вы можете торговать вручную, не с автоматической программой, с помощью аналитика, которая будет вас поддерживать от компании. У меня сейчас к этому, честно говоря, доверия больше. Просто вот вы отчетам не верите, а я так привык, что верю. Просто я сам с бумагами работал. Если вас интересует автоматическая программа для торговли, вы можете использовать помощь аналитика для ведения ручной торговли, абсолютно по любому активу. Ну, я думаю, вот это мне больше интересно. При этом используя стоп-лосс и тейк-профит на ограничение своих рисков. А что там риск? А, там все-таки риски есть. Илья, в ручной торговле риск всегда присутствует. Для его ограничения он контролируемый. Существует два понятия. Стоп-лосс и тейк-профит. Ограничение минимальной доходности, либо же убытка, и максимальной доходности. Автоматическое закрытие данной сделки. Ой, секундочку, у меня другой номер. Подождите, пожалуйста, полминутки. Алло. Алло. Да, да. Ой, извините, пожалуйста, еще работа отключается. Илья, смотрите, я могу вам предложить следующее. Да. Я подаю запрос на финансовый отдел на активацию вашего торгового счета на минимальную сумму в 12 тысяч рублей. Ну давайте попробуем, да. Ссылку для пополнения вашего торгового счета через банковскую карту. А, через... Вы используете бизнес или мастер-карт? А, через карту пополнения, вы говорите? Да? Нет, я бы картой не пользовался. А с чем вы хотите пользоваться? Ну, пополнять банковским переводом, а то карта вдруг там бывает всякая, машинники звонят по телефону, номера карты могут пропасть. Ну, просто опасное дело. Не люблю нигде... Илья, финансовое дело. Подготавливаю для вас ссылку, платежку. Платежную систему, понимаете? Ну, понимаю, я не хочу с помощью карты платить. А каким образом вы хотите сделать пополнение? Так я же уже сказал, банковским переводом. Вы понимаете, что как минимум абсолютно любая компания банковский перевод принимает только от юридических учреждений? Ой, слушайте. Но не от физических лиц. А вы кто по роду занятий? Просто вы не разбираетесь в совершенно финансовых вопросах. Ну, просто абсолютно. Мне даже неловко как-то с вами. Хорошо, одну минутку. Я вас приведу на финансового специалиста. Он поможет вам произвести оплату. Договорились? Ну, договорились, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!